Микс Ньюс Сейчас у нас не менее интересная тема, не менее интересный гость, это глава лицензионной комиссии по общественному транспорту Рижской Думы и депутаты Рижской Думы Вадим Фольков. Добрый день. Добрый день. Я думаю, что все знают, что с 1 июля целый ряд изменений будет происходить. Прежде всего, будет введен часовой билет на поезд в общественном транспорте. Сейчас все эти темы мы обсудим. И телефон прямого эфира 612-939, 612-13-939. Кстати, работает видеочат. Вы можете свои вопросы задавать и вот таким вот образом через интернет. Следите за нашим эфиром. Вадим, вам первый вопрос. Действительно, что это за часовой билет? Может быть, несколько слов вам, как эксперту по общественному транспорту, как вообще родилась идея этого часового билета? И можно ли ожидать, что это дальше будет, не знаю, двухчасовой билет, трехчасовой и так далее? Значит, попробуем начать с конца. Да. Суточный билет уже существует давно, с 2010 года. Что это значит? Это значит, вы покупаете билет, он годен 24 часа. А если мы говорим о часовом билете, то идея эта появилась достаточно давно, реализовать ее удалось, ну или удастся, все-таки он завтра только начинает действовать, завтрашнего дня. Сразу скажу, что рижане, те, которые имеют право пользоваться этим часовым билетом за евро 15 по рабочим дням и за 60 центов по выходным дням, они должны будут этот билет в обязательном порядке загрузить на свою карту рижанина. Для тех, кто не живет в Риге, у кого нету карты рижанина, если они захотят воспользоваться часовым билетом, то в киоске он продается по цене в два раза дороже, это 2 евро 30 центов. А как загрузить? Для рижан евро 15. Загрузить. Загрузить получится таким образом, вы берете вашу карту рижанина и идете или в киоск, где продают билеты, или в магазин, где продают билеты, или вставляете в билетный автомат. И выбираете этот продукт, просите. Там написано, да? Да, там написано, часовой билет по евро 15 и часовой билет с выходного дня по 60 центов на карту рижанина можно загрузить, попробуй бюрократическим языком это сказать, до 8 продуктов. Продуктам это не одна поездка, да, а продукт это может быть 20 часовых билетов, вот это вот один продукт. А, понятно. И можно набрать этих часовых билетов, да, то есть можно загрузить, скажем, 8 по 20 или 8 по 50, можно загрузить часовые билеты, месячные проездные билеты, поездочные билеты, потому что они понадобятся для поездок маршрутных такси, как и сейчас поездочные билеты, и можно загрузить выходные, часовые билеты выходного дня. Как дальше это будет работать? Дальше вы берете вашу карту рижанина, входя в транспорт, ну и достаете, и благополучно. У вас есть такая замечательная. У меня есть такая, да, достаете, валидируете. Вот те, кто смотрит нас по видеотрансляции, имеют такую возможность, и вот время пробито, условно говоря. Да, время пробито. Вот оно пошло. Пошло, да, 60 минут. Мы людям объяснили очень простым языком. Да, популярно. Вот, допустим, сейчас 16 часов, не знаю, 17 минут. Да, 17 минут. Вот человек вошел. С момента первой фиксации этот билет можно дальше регистрировать в каждом транспортном средстве в течение часа, в которые вы пересаживаете. То есть можно проехать 5 минут в одном троллейбусе, потом зайти в следующий, его снова прислонить, ничего не снимется, а продолжится эта поездка. А, то есть прислонять надо каждый раз. В обязательном порядке должна быть зафиксирована ваша поездка в этом транспортном средстве. Ну, считывать новых денег не будет. Нет. Вот эти «Зевра-15», они будут действовать. Здесь нет денег, здесь поездки в данном случае. Новых поездок считывать не будет. Снова заходите там в третье транспортное средство, снова вы его валидируете. И продолжаете ехать. По 59 минут, 59 секунд. То есть в 59 минут, 59 секунд вы можете в 17-16, дзинь-дзинь. В 17-15, если вы входите в следующее транспортное средство и снова его валидируете, главное, чтобы в течение 59 минут, 59 секунд все это прошло. Вы можете в этом транспортном средстве ехать до конца маршрута. То есть если вы вот эту вот последнюю валидацию, скажем, сделали при посадке в «Имонте» в 21-й автобус, то можете ехать прямо до юга. То есть еще полтора часа. Еще полтора часа уже не платить. То есть в принципе для рижан это выгодно. Да. И в финансовом отношении тоже, да. Что касается, я пошутю по поводу двух часов, я помню, что еще когда-то были такие попытки, по-моему, в 90-е годы. Если мне поправьте, какую-то зональность сделать. Да, зональность была. Это не прижилось. Почему? Потому что люди экономили. Надо было за каждую зону платить отдельно. Были билеты трех видов на первую, вторую и третью зону. Поездка по всем трем зонам, скажем, тогда это был 22-й автобус в аэропорт. Она стоила 21 латвийский рубль. Каждая зона стоила 7 рублей, а потом подняли еще и было 8 рублей зона. Сложно это все было, да? Нет, это было и сложно, и дорого. Потому что все-таки, не забывайте, тогда минимальная заработная плата в переводе на латы, она была 26 латов. Это примерно где-то 35 евро. То есть это было достаточно дорого. Люди пытались либо идти до границ зоны пешком, либо пытались не пробивать билет следующей зоны. На этой почве были ссоры с контролерами и так далее. — Понятно. Фактически, я так понимаю, что из таких новшеств до конца года, видимо, ничего долгого не стоит ожидать. Я имею в виду, что касается часовых билетов. — Часовых билетов до конца года, мне сложно прогнозировать, все-таки еще 6 месяцев. Но на данный момент никаких вот таких нововведений не намечается. По часовому билету в Риге нельзя проехать только по одной выбранной линии. Это из Вакарбули в Мангальсалу. — Почему? Это за пределами Риги, видимо. — Нет, это получится за пределами часа последняя пересадка. Во все остальные, из всех остальных районов, во все остальные районы, вот по этому часовому билету совершить в течение часа последнюю пересадку и доехать до конца маршрута окажется возможным. — Вот, чисто физически. — Просто чисто физически. — Еще одно новшество, если так можно сказать, с 1 июля новый маршрут. — Да, новый маршрут, номер 60, Зептникалнс, Южный мост Кингаракс. — Эта цифра у нас еще не была задействована, да? — Эта цифра... Понимаете, там был такой вопрос. У нас другие цифры тоже не задействованы. Но у нас свободными были, если мы говорим вот так, свободными номерами у нас являются 17-й, 27-й, 33-й и 42-й. — Это вы прямо наизусть все говорите? — Прямо наизусть все говорите. — Да. — А так как непонятно, как будет этот маршрут дальше разбиваться, с 17-м надо было все-таки не спешить. 27-й, то по Зептникалнсу ходит 27-й троллейбус, чтобы их не путали. — Чтобы не путали, да? — Да, 42-й был автобус, который ходил в Зептникалнс через Островной мост, чтобы не путали. Дальше свободными цифрами остались 58 и 59, но в Зептникалнсе есть автобус 56, и вот чтобы 58 и 59 не путались, 56, было решено дать номер 60. Ну, это я просто объясняю, почему цифра такая. Потому что 60, чтобы никто ни с чем ничего не перепутал, и не уехал не туда. — Это Зептникалнс-Кингаракс? — Зептникалнс-Кингаракс, да. Автобус спустится в Зептникалнсе, он начнет свой маршрут там, где вся общая конечная транспорта, около Зептникалнского рынка, а в Кингараксе он спустится с Южного моста, у него остановка Южный мост, бывшая керамика, дальше он доедет до улицы Кингарага, там, где находится Кингаракский рынок, развернется и остановится. Это остановка улицы Кингарага. — И можно, если что, пересесть дальше. — И можно выйти, пересесть на 15-й, 31-й автобусы, как в сторону Мэшцемса, так и в сторону Румбулы. И, соответственно, можно пересесть при желании на 7-й трамвай, на 49-й автобус. У меня задавали вопрос о согласованном ли расписании, а 6 направлений сразу между собой согласовать. Люди будут не только входить, но, знаете, будет происходить как? Автобус из Зептной Каунса будет доезжать до Кингаракса. Из этого автобуса люди могут хотеть ехать как в Мэшцемс, так и в Румбулы. — Да, согласовать будет сложно, да. — Из Румбулы люди могут хотеть ехать в Зептной Каунс, и со стороны Мэшцемса люди могут хотеть ехать в Зептной Каунс. Обеспечить остановку на одной остановке, как говорится, автобусов трёх направлений одновременно физически просто невозможно устраивать. — Да, 6-12-9-3-9, я вижу, что много звонков. Одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаем вас. — А вот будут ли какие-то по часовым этим билетам льготы для работающих пенсионеров? — Да, часовые билеты для работающих пенсионеров будут стоить столько же, сколько сейчас поездочные билеты для работающих пенсионеров. Это 60 центов. — Это уже значительно. — Да, и для студентов часовые билеты будут стоить 30 центов. — 30 центов. — Ну, хотел сказать почти, да. С какой периодичностью будет ходить 60 автобус? Будет его ходить по выходным дням? — Нет, по выходным дням 60 автобус ходить пока не будет. Это точно будет ходить по рабочим дням два раза в час. — Может быть, несколько слов об истории создания, почему возникла необходимость пустить автобус по Южному мосту? Жители Зепникаунса регулярно писали письма, что им нужен автобусный маршрут через Южный мост в сторону Кингаракса. Дальше кто-то очень хотел, чтобы его дальше везли в Кингаракс, в Румбулу, кто-то хотел, чтобы его везли в Плявники, кто-то в Мэшсамс. Видите, один маршрут, он поехать сразу и в Румбулу, и в Мэшсамс не может физически. — Это понятно, да. — Поэтому было решено сделать именно маршрут таким образом, чтобы довезти до Кингаракса, так как с 1 июля вступает в силу этот часовой пересадочный билет, что любой человек может доехать от Зепникаунса, от конечной Зепникаунса до Южного моста, получается, до той части, которая в Кингараксе, 22 минуты, и, соответственно, можно вот в рамках этого часа пересесть в любом направлении, в котором необходимо. — Все-таки еще, сейчас вернемся к автобусу, несколько слов еще забыл у вас спросить по поводу часового билета и маршрутных такси. — Маршрутных такси, часовой билет для проезда годен не будет. — Не будет, да, это чтобы наши радиослушатели не спутали. — Маршрутные такси обслуживает частная фирма, она не принимает на данный момент к оплате часовые билеты. — Да, часовые билеты. Что касается маршрутов автобусов, и, может быть, не только автобусов, троллейбусов, траваев, есть ли в разработке какие-то новые маршруты, которые в перспективе могут появиться? — Понимаете, главное, чтобы не сказали после того, как я скажу, да, планируется и рассматривается, чтобы не было сказано, вот он пообещал. — Что это не клятва. — Да, это не клятва. — Чтобы было понятно, да. — Планируется маршрут из Вейцмилл-Грависа до Пурцимсен. Пока все идет к тому, что, наверное, открыть его получится где-нибудь к Новому году, может, чуть раньше. Будет он открыт или нет, 100% сейчас сказать пока невозможно, пока бумаги в процедуре обсуждений, в процедуре утверждений. Но он планируется, да. — Тоже, видимо, я так понимаю, что по многочисленным пользам рижан, да, которые хотят вот именно такой длинный маршрут. — Понимаете, это будет не длинный маршрут, это будет маршрут от Вейцмилл-Грависа до Пурцимса, но с него получится опять-таки пересесть. — Ну, это, естественно, без заезда в центр, да? — Это без заезда в центр, это из Вейцмилл-Грависа сразу на новый мост Густова-Земгалагатова перед Красной Двиной и съезд около Дворца культуры завода ВЭПС, этого путепровода. И остановки тогда получаются, бывшая остановка поликлиника на проспекте Вестура, остановка бывшая детский сад, который сейчас называется проспект Вестура, там этот автобус остановиться физически не сможет, потому что он уже заедет на мост. Следующая остановка у него получится в станции Чехуркаунс. Опять-таки повторяю, это то, что сейчас в документах, ну, как говорится. А что будет на самом деле сказать сложно, потому что кто-то может потребовать «везите нас в Межепарк» или «везите нас к СГД», или «везите нас в Чехуркаунс», или мы хотим еще до кладбища. Что касается СГД, на самом деле это проблема туда добраться? 48-й автобус. 48-й автобус. 11-й трамвай. 9-й автобус. Но все-таки идти надо чуть-чуть, да. И когда обсуждался проект строительства СГД, это был 2004 или 2005 год, город Рига предложил службе госдоходов, давайте мы там устроим трамвайное кольцо. Да. На что было отвечено, что нищеброды туда, вот поэтому ждем на автомобилях, трамвайных путей туда не проложили, сейчас их... Вот так они скатались, да? Не будет. Понятно, да, действительно. Вот, так что поэтому, да. Сейчас там зато большая стоянка велосипедов. Как говорится, здоровый образ жизни. Понятно, да. Но машин там действительно много. Машин там действительно много, да. Да, все стремятся в службу госдоходов. Вадим Вальков у нас в студии, глава лицензионной комиссии, Рижской думы по общественному транспорту, депутат Рижской думы от фракции Согласия, 6 на 12, 9, 3, еще в первой части вы успеете задать ваши вопросы. Еще вот, возвращаясь к новому маршруту, я так понимаю, чтобы наши радиослушатели представляли, вот иной раз кажется, ну подумаешь, ну что там, пустил маршрут, что у нас мало автобусов, мы сейчас про трамвай и лады не будем говорить. Автобусов мало. Да, вот. Нет, действительно мало. Поясните, сколько вообще стоит, хотя приблизительно открыть новый маршрут, сколько это стоит для городской казны или для регистрации? Зависит все от очень большого числа факторов. Первое, сколько автобусов на этот маршрут отправляется, какая у него протяженность, требуется создавать новую инфраструктуру или нет, то есть надо ли делать новые остановки или нет, надо ли менять организацию движения, чертить полосы, устанавливать знаки. То есть на самом деле это может быть очень накладно. Это достаточно дорогое удовольствие и достаточно трудоемкое удовольствие, потому что устроить карман остановки обычно заменяет, занимает, чтобы все согласование провести с 26, получается, инстанциями. 26 инстанциями? К сожалению, да. Потому что все это, как только происходит перенос бордюрных камней или укладка асфальта или еще что-то, надо согласовать с держателем всех коммуникаций. Это Латтелеком, Латвия с газа, Легосилдомс, Латвэнерго. То есть масса всякого разного. Плюс, соответственно, надо согласовать с Латвия с целью, надо согласовать с Дирекцией безопасности дорожного движения и так далее. Так, ну, короткий звонок мы сейчас примем. До перерыва. Добрый день, слушаю вас. Добрый день. У меня такой вопрос. Значит, предположим, я загрузила на карту Рижанина вот этот на 5 дней, который используется в течение двух недель. И на ту же карту Рижанина, значит, я могу загрузить талон, поездку за евро 15, которая действительно в течение часа. Да. И меня интересует вопрос. Вот я, например, в первую завалидировала карточку, которая действительно в течение двух недель, на 5 дней проезда. Значит, я вот сегодня завалидировала, а завтра я хочу проехать уже не на этой карточке. К сожалению, это невозможно. А загрузить, значит, я могу. Загрузить вы можете, а выбрать, что провалидировать вы не можете. Поэтому сначала будет провалидированный, использованный пятидневный билет, и потом он перейдет на поездочный. Только так. Только так. То есть я так понимаю, что услуга есть, а воспользоваться я ею не могу. Услуга есть, и воспользоваться ей вы можете. Нет, но вот я говорю, что меня конкретно интересует между вот этими днями, когда я использую пятидневный талон, ну вот это, да. Мне нужно, например, использовать вот тот, который в течение часа. Она у меня есть на карточке. Она у вас есть на карточке, и валидатор будет использовать в данном случае пятидневный билет. И только после этого? И только после того, как истекут все эти пять дней, он начнет использовать часовой билет. Если вам вот этот пятидневный билет не сильно в какие-то дни нужен, вы можете пользоваться на желтых билетах поездочными билетами за евро пятнадцать, но они не угодны в течение часа. Я так понимаю, что это пока больше техническая проблема. В данном случае... Может быть, когда-то валидаторы смогут, вы сможете выбирать, да, вот как в банкомате. Понимаете, в данном случае тогда там придется ставить кнопки. Я себе плохо представляю, какая очередь будет к валидаторам при посадке, насколько часто люди эти кнопки будут путать, на скольки языках эти кнопки, как придется подписать, для того, чтобы человеку дать возможность выбрать. Так что вряд ли в ближайшее какое-то время Рига Садок с Меришей все эти валидаторы менять на что-то другое. Вот если бы это изначально было с кнопками, тогда было бы видно. Это было бы проще пока. Я не думаю, что это было бы проще, потому что вам при посадке тогда сначала надо было бы прислонить карточку, потом нажать кнопку, потом снова прислонить карточку. Люди бы путались чаще всего, да. Получалось бы, как говорится, очередь около этого валидатора или этих валидаторов надо было бы ставить у каждого сиденья. Не все так просто. Микс-Ньюс. Одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день. Слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста. Вот я житель Светникалца и живу прямо напротив этого диспетчерства, где останавливаются все автобусы. Их так много. И еще вы даете этот новый автобус. Вы знаете, с утра до вечера этот грохот. Вот выхлопные газы, этот шум, нет покоя. Вот в этом муниципальном доме, который вы дали недавно, тут одни старики, старухи, хоровые, инвалиды, дети. Ну, нельзя перевезти эту диспетчерскую куда-нибудь подальше вот туда. Ну, невозможно жить. Мы живем как в аду. Особенно когда летом, жара, огна, цыть нельзя. В эти выхлопные газы идут. Ну, вы сами говорите о том, что экология, экология, здоровье людей, а получается, что это все пустые слова. Вот, извините, пожалуйста. Да, пожалуйста. Вот такое эмоциональное. Конечно, можно по-человечески понять. Конечно, перенести физически можно. Но это стоит достаточно больших денег, чтобы построить новый конечный пункт. Но, к сожалению. Да. Ну, я так понимаю, что будет потом недовольны жители тех мест, куда переместиться, если честно. Понимаете, и будут недовольны жители, опять-таки, этого дома, потому что сейчас у них остановка в 10 метров, и вот все эти, как было сказано, больные, хромые и прочие, им придется идти туда, где эти автобусы будут ездить. Но пока перенос этой конечной, в ближайшие, как говорится, месяцы, он не планируется. Если мы говорим о дальнейшей перспективе, то когда будет построена четвертая очередь съездов с Южного моста, то там можно ожидать изменений. Это не значит, что они обязательно произойдут, но изменений там ждать можно. Да, 612-939, телефон прямого эфира. Сейчас мы перейдем еще к одному нововведению, которое уже коснется не пользователей общественного транспорта, а тех, кто личным транспортом управляет. Но сначала так, чтобы мы закончили тему билетов. Наша радиослушательница сказала не только о часовом билете, но еще билет 5 дней в течение двух недель. Что это? Билет 5 дней, да, в течение 15 дней. Это билет для тех рижан, кто работает по скользящему графику. То есть или день через день, или 18 часов через 2 дня, или сутки через трое. Так получается. В те дни, когда они никуда не ездят, они могут не нуждаться ни в каких проездных билетах. И месячный проездной билет им экономически невыгоден. А так они за каждую поездку вынуждены уплатить евро 15. Поэтому такой билет вводится. Стоить он будет дешевле, чем месячный билет, конечно. Будет стоить столько же, сколько сейчас стоит 5-дневный билет. Это 15 евро. И можно им будет пользоваться 5 дней в течение 15 дней. Только годен он будет. Если вы, например, заходите в транспорт, и валидируете его, регистрируете его в 17 часов, то будет он годен до 24.00. Так, ну что. Значит, пока мы ждем все еще звонки, тогда давайте перейдем вот к тем льготам, которые ждут автовладельцев автовладельцев Рижан. Да, опять-таки Рижан. Опять-таки Рижан. Это все с картой Рижанина происходит. Так. С 1 июля в парковочных зонах Б, С и Д будет для них скидка в 20%. Но... Б, С и Д – это Е? А, значит, не будет. В А не будет. Это, по-моему, Старая Рига, да? Это вокруг Старой Риги. Зона А, Старая Рига – это зона Р, и ВЦК – это зона В. А вот зона Б, С и Д, и так, чтобы было относительно понятно, вот поближе, начиная к Матвеевскому базару, то там будет скидка в 20%. Но для этого платить надо именно карты Рижанина. На карте Рижанина есть такая функция, как электронный кошелек. Сначала на этот электронный кошелек нужно положить деньги. Их положить туда можно в любом газетном киоске, в любом пункте обслуживания Рига САТ, Эксме, в любом билетном автомате, а также в тех парковочных автоматах, которые принимают банковские карточки. То есть там нельзя будет положить наличными, там можно будет только с банковской карточкой перечислить на карту Рижанина. И тогда, оплачивая парковку этой карты Рижанина, можно будет получить скидку 20%. Что касается, значит, еще, как вам кажется, карты Рижанина и их использование, вот если бы вы решали, что можно было еще какие-то услуги для карты Рижанина, именно в смысле транспорта, не знаю, парковки, проезд вообще, жить. И проезд уже есть, и даже есть скидки. То есть все-таки карты Рижанина теперь начинают реально работать? Есть скидки при посещении медицинских учреждений муниципалитета, и есть накопительные скидки при посещении аптек, которые заключили договор. Да, даже санатории действуют. И даже санатории, да, санаторий, например, Ориентарный берег дает скидки на процедуры. В Йомоле, да. В Йомкемере. Да. Так что она действует. Когда мы говорили о новых маршрутах, я так в шутку сказал, ну, у нас хватает автобусов. Вы сказали, что не хватает автобусов. Почему? Нет, понимаете, не то, что не хватает автобусов. Эти автобусы никто впрок. То есть резервных не так много, да? Как, скажем так, обычно в смутные времена люди бросаются покупать спички, соль и сахар, да? Так вот, автобусы, это не спички, соль и сахар, их не кладут в ящик стола про запас. Значит, автобусов столько, сколько есть, водителей к ним столько, сколько есть. И для того, чтобы открыть новый маршрут, эти автобусы надо откуда-то получить. Или это купить новые, или перераспределить то, что имеется на данный момент. Вот сейчас этот 60-й маршрут, он потребует двух автобусов. Они после оптимизации расписания перехода на летнее время есть, поэтому они там поедут. Да, 612-939, фон прямого эфира. Что касается троллейбусов, трамваев, какие там есть планы? Я так понимаю, что был план даже пустить трамвай по улице Сканстес, но вряд ли это будет в этом году осуществлять. Нет, это не этот год, конечно, это проект на пятилетку. Даже так? Но там все зависит от другого фактора, понимаете? Это вы будете, правда, говорить через 20 минут, вы будете говорить на тему Брекзита с господином Макаровым. Так вот, в связи с тем, что Великобритания вносит в бюджет Евросоюза 11 миллиардов евро в год, а строительство линии Сканстес потребует из европейских фондов 70 миллионов евро. Если Великобритания перестанет вносить 11 миллиардов, у меня возникнет вопрос по поводу линии Сканстес. Откуда взять будет эти 90 миллионов из европейских фондов? Так что тут все достаточно взаимосвязано. Но это не та тема, в которой я специалист. А трамвай, он планируется. Если будет европейское финансирование, то через 5 лет этот трамвай по улице Сканстес может поехать. Что касается низкопольных трамваев, я так понимаю, что есть какой-то график, когда все новые и новые, вернее, все существующие маршруты будут все-таки переходить на низкопольный трамвай. Это до 2032 года план. Аж. Аж. То есть, все распланировано сейчас, правда, придется немножко этот план подкорректировать, потому что следующей линией по плану, он был утвержден 6 июня 2006 года, следующий под низкопольник после Имманты должен был быть Ильгутсэмс. Но так как в Кингарак съездит людей больше, чем в Ильгутсэмс, то придется поменять план и обнизкополить 7-й трамвайный маршрут, а не приступать к тому участку 5-го, который раньше планировалось. Ну, просто по объективным причинам же 7-й, 2-й по напряженности после четверки получается. — Да. И насколько я понимаю, в свое время был такой план, я понимаю, это не только от Рижской думы зависит, а такой интеграции электропоездов от пассажира Вилгсэмс... — Это к пассажиру Вилгсэмс. — Я так понимаю, что до конца не удалось все эти планы осуществить. — Понимаете, в пассажирском поезде была введена карта Рижанина. Рижский эталон был введен для льготников, жителей города Риги, пенсионеров, школьников, студентов. Пассажирский поезд спустя полгода после начала этого эксперимента договор разорвал в одностороннем порядке. И больше карты рижанина или рижские эталоны к оплате не принимают. Поэтому тут мяч целиком на стороне пассажирского поезда. Если они захотят возобновить их сотрудничество, то город Рига всегда готов. Да, ну мы еще успеем, я надеюсь, принять ваши звонки. Что касается, наверное, такого опроса обеспечения безопасности общественного транспорта, время от времени возникает разная дискуссия, как должны были водители действовать в тех или иных случаях. Там, по-моему, инцидент произошел в трамвае, если не ошибаюсь, недавно в центре Риги. Или там какой-то дебошир побил студентов и потом выскочил. Как вообще, есть ли какие-то инструкции, как должны действовать водители? В обязательном порядке, если пассажир обращается к водителю и сообщает, что в салоне что-то происходит, то водитель должен связаться с ответственными службами, которые дальше будут принимать решение. То есть он тогда по рации связывается? Он по рации или по мобильному телефону, в данном случае это не имеет значения, но он сообщает об инциденте на борту. Если пассажиры едут молча и никто ничего не сообщает, то водитель об этом просто и знать не может. Ну, четкие инструкции, как действовать? Абсолютно четкие есть, да, надо сообщить об этом в диспетчерскую службу, и дальше тогда будут приниматься решения. Что касается часовых билетов, может быть, чуть раскроете еще тайну. Это использован какой-то зарубежный опыт, это наше ноу-хау, может быть, Германия? Знаете, в Германии часовые билеты есть, они там, правда, двухчасовые и четырехчасовые, в зависимости от того, сколько зон вам надо пересечь с этим билетом. Есть билеты в других западных городах, у кого на 45 минут, у кого на час, у кого на полтора часа. Плюс, например, в Чехии идет вариация по рабочим дням одна продолжительность, по выходным другая. В Риге идут другим путем, по выходным дням будут отдельные часовые билеты за 60 центов, то есть почти в два раза дешевле, чем по рабочим дням. А почему? Тут считается, что меньшее количество пассажиров? Нет, не меньшая нагрузка. Просто, понимаете, для семьи, то есть нагрузка, конечно, меньше, но вот роль играет то, что для семьи у школьников бесплатный проезд и так. И если семья решает в выходной день куда-то поехать, например, в тот же зоопарк, то проезд оплачивают родители. И вот если надо еще ехать с пересадкой, это получается 2.30 туда, 2.30 обратно для одного родителя, 2.30, 2.30 для второго родителя, а дети едут бесплатно. То есть и чтобы семья не отказывала себе в таком удовольствии, то получается, что каждому родителю туда и обратно это получится, ну, как бы в течение часа туда и в течение часа обратно это получится, евро 20, то есть на двух родителей 2.40. Соответственно, экономия получается значительная, и на эти деньги родители, которые сэкономят, вполне могут купить детям мороженое, сок или еще что-нибудь. — Конечно. Да, вот, может быть, еще часто, я думаю, вам задают этот вопрос. Возможно, оппозиция пытается как бы оппонировать и говорит о том, что у нас очень дорогой общественный транспорт стал. Как на самом деле, если мы пройдемся по каким-то европейским столицам? Есть ли данные? — Есть данные. — Италин даже давайте возьмем тоже, да. — Понимаете, есть данные, но в Таллине, как вы знаете, для жителей Таллина проезд общественным транспорт бесплатный, там все это дело компенсируется из бюджета. Как долго это будет продолжаться, мне сказать, сложно. Бесплатным он стал потому, что в Таллине передали на приватизацию водопровод, и деньги, которые получили от водопровода, пошли на обеспечение бесплатного проезда. — Пока не проедят, да? — Понимаете, не могу комментировать, вот пока не проедят или найдут другой источник золотых запасов. Все-таки не забывайте, что в Таллине в год примерно 10 миллионов туристов из Финляндии. У нас такого числа нету, поэтому... — И они платят по полной программе. — Они платят по полной программе. Для них есть специальные автобусы к тем местам торговых моллов, куда они ездят закупаться. Там все организовано, но опять-таки там... — Деньги оставляют они большие в результате. — Там денег, да, получается больше, чем в Риге, плюс Таллин намного компактнее, чем в Риге. Там нету таких... Невозможно сделать такой автобусный маршрут, как у нас. — И количество маршрутов, видимо, тоже, да? — Маршрутов там больше, там их протяженность меньше, и загрузка каждого маршрута получается больше, потому что там нет таких маршрутов, как Балдара и Пляпники. Я поехал и уехал, и два часа поехал в этом автобусе. Так что там так. В Вильнюсе стоимость проезда дешевле, чем в Риге, но если мы берем города Западной Европы, Германии, Франции, то там, разумеется, дороже, чем в Риге. Но там и зарплаты другие. — Да. Да, и зарплаты другие, да. — Еще, может быть, несколько слов. Вот вы сказали, что аж прямо план рассчитан до 2032 года. Это для чего делаются такие долгосрочные планы, чтобы понимать, как организовывать конкурсы, например, по закупке нового общественного танца? — Это происходило. Понимаете, во-первых, этот план принимали в 2006 году. Как говорится, я в его принятии на тот момент никакого участия принимать не мог. Было рассчитано, исходя из того, какое финансирование требуется для перевода той или иной линии на низкопольные вагоны, сколько потребуется денег для закупки этого подвижного состава с учетом проведения конкурсов и прочего всякого разного. И в среднем перевод одной линии, которая от центра до границы, до конечной остановки маршрута, неважно в каком направлении, они приблизительно одинаково выходят от центра во всех направлениях в Риге, получается порядка 100 миллионов латов тогда. Сейчас это 140 миллионов евро. Плюс ко всем этим трамваям нужны новые технологии ввести в вагонных депо. Требуется переделать по каждой линии контактную сеть. Это все затратно и по времени, и по финансам. Поэтому это было рассчитано так, чтобы менять и подвижной состав, и приспосабливать линии спокойно, постепенно. Спасибо большое. Вадим Фольков у нас был в студии, глава лицензионной комиссии строительства самоуправления по вопросам общественного транспорта, депутат Рижской Думы. Остается только напомнить, что, пожалуйста, следите и воспользуйтесь теми новыми возможностями, которые Рижанам, прежде всего, обладателям карты Рижанина, предоставляет Рижская Дума буквально с завтрашнего дня. И будем надеяться, что это как-то создаст и более комфортные условия проезда для Рижан, ну и, конечно, экономия средств тоже существенно, особенно по выходным, вообще 60 центов. Спасибо большое.